Позитивные, любознательные, неугомонные. Они не сидят на месте. Они знают всё о молодёжной жизни города. Они всегда в центре самых ярких событий. Они — великолепная четвёрка корреспондентов программы «Фишка». И да, именно они расскажут всё, что интересно именно тебе. И ты даже знаешь, как. Как «Фишка ляжет». Всем привет! Привет! Это программа «Фишка» на канале «Ноябрьс 24». Накануне 1 апреля мы побываем в роли Урганта и посетим незабываемый вечер с «Фишкой». Проведём неповторимую битву экстрасенсов. Провернём ошеломительную перезагрузку. А также объясним то, что необъяснимо, но факт. Ну что, «Фишка» — гоу? Гоу! Раз, два, три. Раз уж «Фишка» у меня, то действовать будем по моим правилам. Леру, вечер с «Фишкой» в твоих руках. Рассел, ты в нашей команде на втором месте по мистике, так что берёшь битву экстрасенсов. А на первом тогда кто? Лея, которая объясняет, что необъяснимо, но факт. А я торжественно беру на себя перезагрузку и обещаю сделать всё в лучшем виде. Да прибудет с нами сила «Фишки». Ууу! Я всегда хотела изменить мир, но говорят, для этого нужно начать с себя. Что ж, я попробую. Привет! Привет! Как тебя зовут? Стасия, а тебя? Я Маша. Очень приятно. И мне. Настя, расскажи, что тебя привело ко мне? Я понимаю, что внешне не соответствую своему статусу и мироощущению. Я пишу стихи, участвую в спектаклях, организовываю поэтические вечера. Недавно стала снимать видео, выкладывать на свой канал. Но я не выгляжу ни как поэтесса, ни как актриса, ни как блогер. То есть ты смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что что-то тебе не хватает, и это не то, что ты хотела видеть в своём отражении. Да, именно так. Я часто разъезжаю по разным проектам, да и вообще много путешествую. И по сути, у меня есть всё, чего я бы хотела от жизни. Но я бы хотела, чтобы по мне это было видно. Пока что по тебе чётко видно одно, что у тебя куча дел, но времени на себя подобрать полностью образ тебя совсем не хватает. То есть ты готова к перезагрузке? Да, готова. Точно? Да. Здравствуйте. С вами программа «Необъяснимо, но не факт» и я, и сновидящая в пятом поколении, Лея. О нём ходят легенды. Именно он проникает в самое сердце людей и ранит им души. Юмор. Качественный. Не так сказала. Это нечто разрушило половину деревень России и самое главное уничтожило редкое явление. Качественный юмор. Этот день не празднуют, а боятся. 1 апреля. В следующей программе показан ужасный розыгрыш, повлиявший на всю жизнь пострадавшего. Многие утверждают, что здесь замешана нечистая сила. Повезло красавчику или нет. Пускай это останется тайной. Серьёзное заявление, но проверять его я, конечно, не буду. Очевидцы утверждают, что нечто, приближаясь к ним, оставляет на теле или одежде непонятный белый след. Биологи утверждают, что это вещество не растворяется в воде. Так что же это? Узнаем очень скоро. Всем привет! С вами Рассел Башаров и добро пожаловать на самый паранормальный проект за всю историю российского телевидения. Ведь именно наши участники обладают чистым чувством и имеют третий глаз. И что ж, настало время с ними познакомиться. Поехали! Добрый вечер! Меня зовут Фёдор. Во всех испытаниях мне помогает этот цветок, который достался мне от бабушки, которая была гадалкой восьмом поколении. Чтобы узнать, что он мне говорит, я сам становлюсь цветком и выдаю результат. Цветок, который достался мне от бабушки, которая в восьмом поколении была гадалкой, помоги мне! Цветок, который достался мне от бабушки, которая была в восьмом поколении, гадалкой, помоги мне! Вау! Такая гармония! Ну, вроде бы всё. Здравствуйте! Меня зовут Игнат Иванов, и я гадаю с помощью обычных игральных карт, ведь карты Таро уже давно вышли из моды. Вот, например, вот эта карточка обозначает чёрную полосу вашей жизни, а вот эта – красную. Чтобы вызвать святого духа, я раскладываю все карточки на столе и говорю, «Сила игральных карт, приди мне!» Это было лишь знакомство. Сами испытания вас ждут впереди. Всех приветствую! С вами вечер с фишкой. 1 апреля – 91-й день года в Григорианском календаре. До конца года остаётся 274 дня. И накануне этого замечательного праздника у нас появилась возможность познакомиться с представителем такого спорта, с которым шутить не стоит. Поприветствуем аплодисментами! Саша, с 1 апреля. Спасибо. Я знаю, что ты не так давно начала заниматься боксом. Расскажи об этом увлечении поподробней. Боксом я начала заниматься после просмотра фильма «Рокки». Можно ли применить твою силу к плохим ведущим? Конечно, можно. Можно же? Да, можно. Бей. Как ты думаешь вообще, почему очень мало девушек занимаются боксом? Немало девушек занимаются боксом. Ты сама сказала, что мало. Не идут на бокс, только из-за боязни получить какие-нибудь травмы. Сколько у тебя вообще призовых мест? Пять призовых мест. Расскажи о каждом из них поподробнее, о каждом соревновании. О том, которое тебе запомнилось больше всего. Первенство России – это последнее соревнование, на котором я заняла третье место. Это был достаточно большой опыт, потому что там было очень много соперниц. Также запомнились мне мои первые соревнования, потому что это было очень много волнения, как и перед всеми, в принципе. Научи меня какому-нибудь приему. Прямо сейчас. Что ж, а вскоре мы узнаем, почему с боксерами лучше не шутить. Хотя, я думаю, вы уже и сами почти догадались. Позволь мне представить нашу команду профессионалов. Визажист – Майорова Мария. Стилист – Мария Майорова. Стилист по волосам – Майорова Мария Анатольевна. Настя, есть у тебя какие-то пожелания к макияжу? Пожеланий особых нет, но я как человек творческий люблю все необычное. Сначала мы должны смыть с лица весь прожитый день, или утро, или ночь. Очищение кожи, в первую очередь. У тебя профессия связана с постоянными видеозаписями, и тебе говорят, Настя, ты блестишь, значит, у тебя жирная кожа, и тебе постоянно нужно мотировать ее. Брови – это наше все. Приступаем к их оформлению. Любая уважающая себя дама не может выйти в свет и вообще существовать в этом мире без оформленных бровей. Перезагрузка 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 Безобидные шутки могут привести к ужасным последствиям. Поэтому качественный юмор остается загадкой природы. Следующие эксперты считают, что правильный розыгрыш должен быть именно таковым. Твой маленький друг! Сказать, что он меня удивил, значит, ничего не сказать. Так что же, вернее, разыгрывать людей или отказаться от этой смешного праздника? Об этом далее в программе необъяснимо, но не факт. В одном пятиэтажном доме, в одной квартире мы спрятали очень важную вещь, а именно вот эти британские часы. Спрятали мы их в шкатулке на антресоле. А смогут ли их найти наши участники? Пора это и проверить. Первый в бой рвется Федор. Когда я вошел в этот дом, я сразу понял, что нужно сделать. Сейчас я превращусь в растение... Когда я зашел в этот дом, я сразу понял, что мне нужно сделать. Сейчас я превращусь в этот цветок и помогу вам. Цветок, который достался мне от бабушки, которая была в... Ой, что-то я забыл заклинание, давай еще раз. Цветок, который достался мне от бабушки, которая была в восьмом поколении и гадалка. помоги мне ведущий а нет не ведущий этот цветок не сказал что они там на небе ну точнее на верхней полке сейчас мне нужен стул потому что у меня маленький рост федор удачно справился заданием а как же с ним справится игнат сила карт игральных приди мне сила карт игральных приди мне точно 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 черт на этот раз на этот раз карты подвели меня итак первый этап пройден остался последний решающий конкурс а я напоминаю это вечер с фишкой и в гостях у нас александра боксер со стажем в полгода александра именно саша почему с боксерами лучше не шутить ну боксеры люди серьезные поэтому если шутить то нормально хорошие шутки то есть думаю не нужно подкалывать а то могут и в лоб дать восемь часов здорового сна ты бы дала в лоб тому кто бы с тобой по-дурацки пошутил ну да наверное ты смотрела какие-нибудь пранки в интернете конечно и какие из них тебе запомнились больше всего расскажи был один пранк как мужчина рассыпал много денег фальшивых и люди начали некоторые помогать некоторые забирают убегают с этим ты бы что сделала забрала бы жалоба если бы ты решила устроить пранк то каким бы он был оделась в боксерскую экипировку например шла с второй парой перчаток и кидала прохожему перчатки и делала вид что буду наносить удар я бы смотрела на реакцию людей я тебе предлагаю нарисовать 1 апреля в хуманизированном виде как ты его видишь но не все так просто ты должна надеть перчатки если бы 1 апреля была человеком то она бы сто процентов оценила сашины старания только мы перезагрузка смотреть на себя пока тебе не разрешается скажи ты всегда была с короткой стрижкой раньше я вообще была рапунцель но с детства не любила заплетаться и всегда мечтала о каре теперь твоя мечта осуществилась а давай осуществим мою я мечтаю сделать чего-нибудь эдакого с твоими волосами все готово осталось подобрать только пара нарядов ну что ты готова увидеть себя во всей россии да точно да тогда закрывай глаза пойдем вот это поворот их не ожидала боже какая красота мне очень нравится насть расскажи что ты чувствуешь твое ощущение нет слов не эмоции я правда не ожидала такого эффекта я себя чувствую настолько обновленный вдохновленной готовы покорять этот мир еще больше чем раньше и я поняла как это важно найти себя и как это важно всегда оставаться женственно несмотря на постоянную успешку цель нашей перезагрузки была в том чтобы не понравится кому-то а понравится в первую очередь самой себе спасибо тебе огромное мир который забыл что такое юмор должен всегда быть на чеку ведь множество необъяснимых явлений происходит именно тогда когда не знаешь чем имеешь дело честно сказать не хочется комментировать эту ситуацию необычную мошечку немного времени прошло с тех пор как начал зарождаться качественный юмор поэтому иди дорогу и добра разыгрывай но помни что шутка может задеть чувства каждого а с вами была я потомственная ясновидящая лея и программа необъяснимо но не факт телекинез сколько снято фильмов и написано книг про это интересное явление как люди могут управлять предметами с помощью своего разума обладают ли этой способностью наши участники настала пора это выяснить а в качестве основного предмета будем использовать те же часы телекинез вполне реальное явление лично мне например нужно просто по-другому разложить карты сила карт игральных приди мне сила карт игральных приди мне ладно ну типа игнат отчаивается и просто двигает карты к сожалению у игната снова не получилось но что же сможет сделать федор энергия цветка подаренного моей бабушкой который восьмом поколении была гадалкой настолько сильно что я могу передвинуть любой предмет даже эти часы но для начала вам нужно закрыть глаза закрыли оператор ты тоже закрыл молодец и на счет 3 в откройте глаза этот предмет передвинется раз-два-три смотрите смотрите этого предмета просто нет потому что он там на столе на стуле точнее это невероятно федор становится нашим победителем а на этом все с вами был раз у башаров верьте в магию пока 1 апреля никому не верят эта поговорка уходит глубоко в корни нашей истории наши предки считали что в этот день просыпается домовой любящий шутки проказы и розыгрыша но со временем это забылось и теперь мы празднуем всем известный день 1 апреля давайте узнаем что об этом думают наши маленькие эксперты илья что за день 1 апреля это день шуток день всех разыгрывать нельзя в этот день никому верить а кто вообще придумал этот праздник это придумал англичанин в москве этот праздник проходил 1 1733 года почему в этот день никому не верят день неверенье а вот ты мне веришь ну так 1 апреля же не верю а поговорка какая есть 1 апреля день шуток 1 апреля никому что нельзя делать не шутить а с чем у тебя 1 апреля ассоциируется я не знаю что такое ассоциируется с чем можно сравнить 1 апреля тогда как бы с чем ты его сравниваешь шутками а над тобой когда нибудь подшучивали разыгрывали тебя да а как ну там например паук на спине как нужно разыгрывать чтобы не обидеть никого что водичкой как это расскажи ну кольцо надевается делаешь тут груша с водой Джейк ух ты а если я сейчас найду кольцо ты разыграешь меня ну конечно же ну давай розыгрыш начинай с 1 апреля замечательный праздник если не относиться слишком серьезно к розыгрышам а с вами был вечер с фишкой до скорого а в чем твоя фишка мы узнаем ровно через неделю смотрите нас каждую пятницу в 2020 на телеканале ноябрьск 24 и каждое воскресенье в 19.00 на ТНТ пока а